Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» Её ведущая Наталья Казанцева Изначально весь мир был создан Богом для человека Предназначение человека указано в Священном Писании «Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом» Предназначение же всякой твари состоит в служении человеку Об этом мы также читаем в Священном Писании Бог создал человека, как царя над всем животным миром Чтобы он владычествовал над рыбами морскими Над птицами небесными и над скотом И над всею землею И над всеми гадами, присмыкающимися по земле Множество подтверждений этому содержится в Библии и в житиях святых Подборка этих свидетельств послужила источником для составления книги Которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию Она вышла в свет в издательстве Миссионерско-просветительского центра «Шестоднев» И называется «Животные рядом со святыми» Эта книга составлена трудами сотрудников Миссионерско-просветительского центра «Шестоднев» Образованного в 2000 году по благословению святейшего патриарха Алексея II Центр создан для распространения святоотеческого учения о сотворении мира, жизни и человека На страницах данного издания представлены свидетельства об особом благодатном поведении животных, находящихся в близком общении со святыми Все примеры взяты из священного писания Ветхого и Нового Завета, а также из житийных описаний святых угодников Божиих В книге приведено множество случаев чудесного, сверхъестественного проявления силы Божией, действующей на диких зверей по молитвам святых Алфавитный указатель книги включает около 300 имен различных святых, многие из которых упоминаются в книге неоднократно В предисловии книги архимандрит Алипий Костальский-Бороздин отмечает, что тот, кто любит Бога, не может не любить и сотворённый им окружающий нас мир Святые всегда с любовью и состраданием относились к птицам и животным и находили с их стороны благодарность Если бы не было вокруг нас этого чудного растительного и животного мира, то человек чувствовал бы себя страшно одиноким и несчастным Эта неполнота жизни особенно ощущается в крупных мегаполисах, где люди практически лишены общения с природой Во многом поэтому наши современники грубеют и дичают, замыкаются в себе и теряют чувство сострадания к своим ближним Да и что мы знаем о животном мире? Из различных программ по большей мере видим жестокий нрав дикой природы, закон джунглей А нередко и сами люди жестоко обращаются с братьями нашими меньшими Но, как отмечает автор-составитель книги, партерий Константин Буфеев «Иное отношение к природе, ко всему Божьему творению и каждой его великой или малой части находим в Священном Писании и житиях святых угодников Божиих» Об этом и говорит на страницах этой книги Так, в первой главе автор рассказывает о животных, которые в Ветхом Завете были предназначены для жертвоприношения До грехопадения не было смерти, и Адам в Эдемском саду животных не приносил в жертву Жертвоприношения начались на земле сразу после потери райского состояния И в эпоху Ветхого Завета они прообразовали собой кроткого и смиренного Христа, Агнца, Первенца, Спасителя Мира Самое последнее храмовое жертвоприношение, упоминаемое в Священном Писании по словам автора, было совершено за сорокадневного богомладенца Этот обычай отменил сам Иисус Христос После жертвы Сына Человеческого уже не могла иметь никакого искупительного значения жертва бессловесных тварей и потеряла всякий смысл любое жертвоприношение скотов и птиц Искупление Христом падшей природы Адама восстановило отношения между человеком и животными о чем в большей степени свидетельствует жития святых Дух Божий, наставляет преподобный Силуан Афонский учит душу любить все живое так, что и зеленеющего листа на дереве она не хочет повредить и цветка полевого не хочет потоптать Святой пишет «Один раз без нужды я убил муху и трое суток плакал за свою жестокость к твари» Таким образом, рассказывая о себе, святые учат нас бережному отношению к природе Так говорит нам и Священное Писание «Блажен, кто из скотов милует» Вот и во второй главе этой книги приведены примеры заботливого отношения святых к животным когда благочестивые подвижники живут в соседстве с дикими зверями кормят, спасают и лечат их Святые, исполненные любовью к Богу и ко всему его творению восстанавливают вокруг себя потерянный Адамом рай и вносят благодатное преображение в мир Многие христианские подвижники, ведя уединенную аскетическую жизнь делились своей скудной пищей с дикими зверями Свидетельства об этом встречаются во многих святоотеческих источниках в частности, в лестрице преподобного Иоанна, игумена горы Синайской Вот, например, история, взятая из книги Иоанна Мосха «Лук духовный» В местности Сапсас жил старец, достигший столь великого духовного совершенства что без трепета встречал львов, приходивших к нему в пещеру и кормил их на своих коленях Столь великой божественной благодати исполнен был человек Божий Так свои пищи делились с животными и птицами преподобный Сергий Радонежский преподобный Серафим Саровский, преподобный Герман Аляскинский и многие-многие другие Мало того, в присутствии святых хищные звери не требовали мясной пищи но довольствовались монашеской трапезой, хлебой и овощами а также соблюдали пост В первозданном райском мире звери были абсолютно послушны человеку Адам, как царь, был поставлен Богом-повелителем всей твари После грехопадения связь между потерявшими свое царское достоинство властелином и одичавшими подданными оказалась разрушенной Сегодня большинство животных, птиц и других созданий не способны оказывать прямое послушание по велениям человека Поэтому послушание животных святым, как отмечает автор без всякого сомнения имеет благодатную природу Об этом в житии преподобного Флорентия написано так Сам Бог вразумил того зверя, коего отдал в подчинение угоднику своему и научил его понимать приказания старца и исполнять его волю А мученик Вит, укротивший лютого льва, так объяснил царю-мучителю свои действия Все делает сила Христа, Бога моего Огонь и зверь, как создание Божие, повинуются воле Создателя своего, а не мне И почитают Творца своего, тебе же причиняют великий стыд Ибо огонь, будучи бездушной тварью, и зверь, будучи бессловесным созданием, знают создавшего их Бога Примерами дивного послушания животных святым украшены многие жития угодников Божиих И некоторые из них собраны в третьей главе А в четвертой главе автор-составитель рассказывает об ответном, почтительном и благоговейном отношении животных к человеку И приводит этому соответствующие примеры Знакомясь с ними, читатели узнают, как дикие звери служат святым, заботятся о них, питают их, помогают им в трудах, защищают их и даже работают в них пастухами И не только при жизни святых проявлялась эта забота, но и после их представления дикие звери воздавали честь угодникам Божиим И, как считает отец Константин, это закон Только закон не из области естествознания, но из области духовной науки, аскетики Все это обеспечивается и действует благодатной силой Божией и определяется его промыслом Об этом свидетельствуют и следующие пять глав этой книги, с которыми вам еще предстоит познакомиться Как считает отец Олипий, данный сборник поможет читателям вспомнить о братьях наших меньших Которые часто нуждаются в нашем внимании и заботе, и в которых мы тоже нуждаемся, чтобы оставаться людьми Ведь не случайно Бог, поместив человека в райском саду, привел к нему животных и подчинил ему всю неразумную природу Наше отношение к животным — показатели состояния нашей души Конечно, все должно быть разумно Бывает, что некоторые больше любят своих собак и кошек, чем окружающих их людей Это уже против заповеди Божией Возлюби Господа Бога твоего, всею душою и всею крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя Нельзя обижать животных, нужно заботиться о них Но нельзя и страстно привязываться к ним и забывать о единым на потребу Эта книга посвящена свидетельствам о влиянии Божьей благодати на животных, оказавшихся в непосредственной близости от святых Все события и факты, приведенные в книге, сколь бы невероятными и необычными не представлялись современному читателю По словам Паратерея Константина Буфиева, воспринимаются в православном церковном предании как реальные, а не аллегорические эпизоды Чудесный характер описанных событий свидетельствует не об выдуманности, а о благодатном воздействии Бога на творение, происходящем по молитвам святых Эпизоды, описанные в этой книге, приоткрывают читателям недоступную нам в повседневной жизни природу отношений Адама Первозданного с животными, населявшими райский сад, прежде грехопадения наших прадцев Эта мысль отражена во многих житиях святых Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках Я на этом с вами прощаюсь и, как всегда, желаю интересного и полезного чтения Всего вам доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok